Анастасия Трухнова 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 и разрушен, но всякий раз восставал из руин. Самое главное, что ни один враг так и не смог истребить любого брещан к свободе и независимости. Стремление самостоятельно решать свою судьбу, а в сердцах всегда соградались терпение, отзывчивость, дружелюбие, общительность и гостеприимство. По традиции в ходе торжественного мероприятия было названо имя человека, которому присвоено звание «Почетный гражданин города Бреста». В этом году им стал Александр Савчиц, генеральный директор открытого акционерного общества «Савушкин продукт». Это высокое звание он заслужил за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в экономическое развитие родного города. Концерт на площади – отправная, но далеко не единственная точка празднований. Сразу после окончания торжественной части руководители области и города гости и все брещане приняли участие в шествии по улице Пушкинской в сторону Советской. Хлебосольный город встречал участников своеобразного парада, ярмарки, выставки, презентации и концертные программы. Все это создавало настоящую праздничную атмосферу и дарило много положительных эмоций. Тем более промышленникам Берестейского края есть чем похвастаться, есть чем гордиться. Достижения и успехи каждого предприятия явно прослеживались на презентационных витринах. В этот день город наполняется большим количеством самых разнообразных площадок, где можно и потанцевать, и вкусно поесть, и посмотреть концерт. В этот день жителям города Бреста хотелось бы пожелать хорошего настроения и прекрасно провести время. Одной из основных точек шествия стало посещение открывшегося накануне Дня города торгово-административного центра «Дидос Персия». Красивый фасад, который уже могли увидеть перестельцы, не обманул ожиданий. Внутри здания также торжественно, элегантно, но в то же время комфортно и удобно. А также, что немаловажно, сохраняет в себе частичку культуры, истории и традиций Востока. Увлекательных и таинственных, которые подарили городу над Бугом, еще один повод для гордости. Да, нельзя не впечатлиться многофункциональным комплексом «Дидос Персия», который официально открылся накануне Дня города 25 июля. Самый знаменитый долгострой теперь имеет все шансы стать одной из главных достопримечательностей города над Бугом – его визитной карточкой. Красивый и элегантный, он гармонично вписался в дизайн улицы и стал ее украшением. В далеком 1978 году это здание начинали возводить как гостиницу в канун проведения Олимпийских игр в Москве. В силу разных причин строительство затянулось, и только через 35 лет состоялось торжественное открытие теперь уже иранского бизнес-центра. Многофункциональный комплекс «Дидос Персия» площадью 45 тысяч квадратных метров с 25 июля официально открыт. В трехэтажной пристройке разместится торговый центр. Предусмотрены банковские услуги, аптека, кафе, парикмахерское, помещения для интернет-пользователей. Будут оборудованы в ограниченном количестве гостиничные апартаменты. А в десятиэтажной высотке деловые люди смогут открыть офисы. Красавец бизнес-центр стал наглядным олицетворением афоризма «Все, что не делается, делается к лучшему». Это как раз тот случай, когда результат оправдал ожидания. Конечно же, здание получилось. 45 тысяч квадратных метров великолепного, блечащего золота, которое мы сегодня получили в городе. Может быть, и хорошо, что мы не сдали эту гостиницу в далеком 80-м году. Мы имели бы затропезное здание, а сегодня мы имеем великолепный дворец. 37 миллионов долларов, которые вложены сюда, будут работать на город, на наших брещен, на наших гостей, на нас с вами. Почему это плохо? Это очень хорошо. Мы очень довольны результатом. Мы хотели построить центр, который заслуживает ваш город Брест и горожане. Основная наша задача была в создании многофункционального объекта с интересным дизайном, и чтобы он органично вписывался в архитектуру города. Тендер на строительство иранская компания выиграла еще в 2004 году, но по многим причинам до открытия нового здания было еще далеко. В частности, объем работ был очень увеличен по сравнению с первоначальным замыслом. Ход строительства осложняло и местоположение здания в исторической части города, ведь сохранение культурного наследия – главная задача. Но все препятствия были успешно преодолены и сегодня комфортны и удобны для сотрудников, бизнесменов и гостей. Необычный для Бреста со своим восточным колоритом торгово-административный центр занял достойное место среди достопримечательностей города над Бугом. Представители иранской стороны довольны результатом своих трудов и уверены, что это только начало плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Брест – это город с богатой тысячелетней историей. Поэтому мы, конечно, будем рады работать у вас в городе и дальше. Тем более, что Брест находится в очень стратегически выгодном месте Европы. Я доволен, что мы открыли очень красивый объект в хорошем месте. Мы будем рады работать здесь и дальше, если у города будет такая потребность, и руководство области предложат нам в дальнейшем проекты для реализации. Несмотря на то, что открытие состоялось совсем недавно, большой интерес со стороны Брещан и гостей города позволяет с уверенностью сказать, что услуги, которые предоставит торгово-административный центр, будут востребованы. А само здание, соединяющее в себе черты сразу нескольких культур, придаст очарование и неповторимости любимой улицы и станет гордостью берестейцев. Пройтись по Ягелонской, свернуть на Зигмунтовскую и посидеть в тени улицы Домбровской – это старое название сегодняшнего проспекта Машерова, улиц Карла Маркса и Советской. Их реконструкция позволяет погрузиться в атмосферу прошлого города над Бугом. Многое сделано, но сколь много планов и задумок у городских чиновников. Некоторые уже реализовались. Воплотить мистические гоголевские идеи в металле решила Брестская администрация. Выдвинули идею, которую нашла поддержку у руководителей брестских предприятий. В итоге сегодня, в день рождения Бреста, на любимой многими улице открылась аллея литературных фонарей. Они не просто украшения, несомненно то, что они станут исторической достопримечательностью Бреста. Торжественное открытие эксклюзивных фонарей по улице Гоголя стало следующей точкой в маршруте главы области Константина Сумара. Новые достопримечательности для Бреста – это вклад нашего поколения в историю своего города. Мастера своими руками создали на улице настоящую сказку. Это отметил и мэр города Александр Полышенков. «Подари – это подарок предприятий, организаций и частных лиц нашему городу, посвященных его тысячелетию. Мы благодарим и всех, кто принимал в этом участие, в этом благородном и очень нужном для города деле». Участие в создании своеобразного парка скульптур приняли ведущие предприятия области. Это необычный подарок городских организаций Берестию и его жителям. С такой благородное дело руководители предприятий, вложивших средства в создание творческой аллеи, были отмечены сертификатами от администрации города. «Мы как Горосвет мы просто монтировали, подсвечивали, но я думаю, что саму красоту, как фонари, мы увидим сегодня вечером. Вот когда мы зажгем звездное небо, когда включатся они фонари в рабочий режим, вот это и посмотрим. Ну а пока спасибо городу за то, что он отметил нашу работу». «Конечно, для нас большая честь участвовать в этом торжественном моменте. Это установить свой фонарь, фонарь символом нашей фирмы на улице Гоголя. Я благодарна судьбе, что уже более 20 лет я живу и работаю в городе Бресте, в московском районе, и мы смогли внести свой маленький вклад в его развитие». Оценил литературную идею и губернатор региона. В тенистой аллее Константин Цумар пообщался с жителями Бреста, узнал их мнение о городе, его развитии и новой улице фонарей. Кстати, сегодня презентовали лишь часть своеобразной коллекции, 21 оригинальную идею. В скором будущем откроется еще 27. Необычные светильники привлекают внимание прохожих. В брещании гости города над Бугом с удовольствием разглядывают необычные фигурки, которые отлично вписались в дизайн уютной улицы. Кованые композиции вблизи Советской несут в себе символику основных героев классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. Ви, плюшки, нос, герой знаменитой повести «Вечера на хуторе близ Диканьки». Такие уникальные произведения не только радуют глаз, но и дают творческое вдохновение. «Очень замечательные фонарики, это будет украшение города, я думаю, и вот люди пока еще не видят, не все, сами понимаете, а потом, я думаю, это будет замечательно. Для города это хороший подарок». «Фирмы, получается, себя выразили в каких-то таких абстракционных моделях фонарей, получается. То есть это, конечно, и польза, что идет освещение, плюс они презентуют себя, и мне очень нравится, что это не обычный какой-то просто столб и фонарик, а это как художественное произведение. Впечатление о «Аллее фонарей» очень прекрасное. Идем вот с мужем и беседуем о том, что здорово, что вкладываются вот деньги, совершенствуется красота нашего города, преображается наш город. И мое мнение, что и бабушки, и дедушки с внуками, и молодые пары гулять и смотреть, вот как зажигаются фонари, это очень красиво. «Я только что проехал по улице в обе стороны и посмотрел все фонари. Очень интересно. Оригинальные идеи. Есть простенькие, есть вычурные такие. Особенно понравилось в конце улицы, в той стороне, с часами». Но на этом праздничные гуляния не закончились. Впереди еще один день радости и веселья. Город наполнен музыкой, народными танцами и песнями. Администрация подготовила еще много сюрпризов, которые подарят море позитива и положительных эмоций брещанам и гостям города. «Настроение у всех, и у брещан, и у гостей города замечательное. Нельзя не восхищаться старинным Берестем, с его вековыми традициями, героической историей и славным настоящим. По делам, происходящим в городах и весях Синеокой, судят о благосостоянии людей, комфортности их жизни. Не все получается сразу, ведь у нас нет волшебной палочки, чтобы одним взмахом она исполнила все наши мечты, воплотила в реальность наши желания. Но у нас есть мирное небо, спокойное сегодня и ни от кого не зависящее в будущем жизнь. Наши дети живут в достатке, у наших родителей обеспеченная старость. И брещане понимают это, а потому желают друг другу только позитива, уверенности и оптимизма». Перевернута очередная страница истории города Бреста, истории победы, достижений. За истекший год брещане многое сделали для того, чтобы город стал еще краше. Уютнее и современнее. Свидетельство тому появившиеся новые жилые дома, спортивные сооружения, магазины и кафе. Из года в год Брест активно благоустраивается, молодеет, преображается. Город над Богом был, есть и останется городом, значение которого для белорусского государства трудно переоценить. Славная история, героическое прошлое и настоящее позволяют гордиться тем, что нас называют брещанами. Каждый из нас внес неоценимый вклад в культурно-просветительское наследие города и определенным образом повлиял на его становление. Я считаю, когда пришел Сумер, город изменился в лучшую сторону. Дома покрасили, наконец-таки гостиницу построили, где я рядом живу. Я просто восхищаюсь советской улицей. Ни в одном городе такой улицы нет. Становится лучше, чище. Видите, сколько новостроек. Опять же, мост там построят, когда возле крепости. То разгрузится еще и центр города в плане том, что бывают пробки. А так все динамично развивается, строятся магазины, дома. Не знаю, Брест самый лучший. Брест развивается. Сейчас вот откроют вроде бы на Варшавке этот мост. Вообще будет хороший, красивый город. Самый любимый. Я очень люблю свой город. Я желаю, чтобы он процветал. Вообще мне очень нравится в нашем городе. В нем, ну, просто считаю, чувствуешь себя, как будто ты дома. Действительно, город у нас развивается прекрасно. Какие дома построили там в конце города. Прекрасно. Люди очень довольны нашим городом. И чистота какая. Даже в Минске той чистоты нет, как у нас в Бресте. Народ, который чтит свое прошлое, заслуживает будущего. Брещане не просто помнят каждый год из своего 994-летнего существования. Но искренне гордятся своей ежедневной причастностью к его великой истории. Память и гордость за свои истоки – вот ключ к успеху каждого из нас, нашего города и Белоруссии в целом. Все только самое хорошее. Мы очень счастливы. Поздравляем с Днем города всех брещан. Желаем всего самого хорошего. Пускай все будут здоровы. Семейного благополучия, счастья, яркого настроения, позитива побольше. Ну и, в общем, всего-всего самого хорошего. Ярких эмоций. Лучше Бреста города нет. Он самый цветущий, самый красивый. Я везде говорю, самый красивый город Белоруссии – это Брест. Я его люблю и желаю, чтобы он еще расцветал больше, красивее был. Счастья, здоровье, денег побольше, работа, чтобы было у всех. Ну, всего наилучшего. Пожелаем, чтобы еще больше строились, еще красивее, чтобы был. Любите свой город, не оставляйте его, потому что это самое главное. С праздником! С Днем рождения и с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Родной Брест. Мы гордимся тобой. Мы любим тебя. С праздником вас, Брещане! В день рождения нашего города желаем всем нам оставаться настоящими хозяевами, рачительными, заботливыми и любящими. Пусть зеленеют скверы и парки нашего города, множатся и никогда не пустуют школы и детские сады. Пусть радостные голоса детей звенят на улицах. Пусть будут здоровы наши родители. Пусть счастье и благополучие поселятся в каждом доме. С праздником, город Брест! С праздником, Брещане! С актуальной информацией вас познакомила Анастасия Трухнова. До свидания! До встречи в эфире! В воскресенье 28 июля под влиянием малоактивного атмосферного фронта на Брещане будет по-летнему жарко и солнечно. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ветер неустойчив и умеренный. В дневные часы на Брестскую область начнет поступать более теплая воздушная масса с юга Европы. Температура воздуха повысится и составит в ночные часы от 18 до 20 градусов. Дневной максимум приблизится к отметке плюс 29. В понедельник, 29 июля, Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Брещана окажется под влиянием очень теплых воздушных масс тропического происхождения. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчив и слабый, днем юго-восточный и умеренный, в некоторых регионах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 19-21 выше нуля, температурный фон дневных часов составит 30-32 градуса выше нуля. Зонтики нам пригодятся, только не для укрытия от дождя, а как защита от палящего солнца. Редактор субтитров А.Семкин